Всем привет, друзья! Вы на канале Салют Плей и сегодня продолжаем проходить The Apple 3 или Яблоню, интерактивную детективную историю в жанре визуальной новеллы. В предыдущей серии были обнаружены уже четыре убитые девушки и капитан полиции Кристиан Таллер надеется предотвратить пятое убийство. Поехали! Капитан приехала на место спустя 15 минут. Стрелки на часах едва-едва перевалили за три. Судя по присланному Флиделям плану, в операции участвовало не так много людей. Должно быть, он боялся спугнуть убийцу. Подробно изучая карту, Кристиан невольно отметила, каким продуманным был план, словно его составлял опытный в этом деле человек. В нужной им многоэтажке так и не был достроен грузовой лифт, и лишь фанерные полы в шахтовых нишах уберегали не совсем владеющих собой жителей от падения. Именно эти ниши, глубокие и затемненные, были выбраны как позиции для засады. Кроме того, были перекрыты все пожарные лестницы, а крышу держал под прицелом снайпер. Капитан всей душой не хотелось, чтобы в этой операции участвовал снайпер. Во-первых, это означало, что Флиделя же передал детали дела начальству, раз в нем участвовал специалист такой квалификации. Во-вторых, всегда существовала вероятность, что в процессе преступник будет смертельно ранен, а им, для счастья, не хватало только трупа при исполнении. Нужно было избежать жертв любой ценой. Только тогда преступник сможет рассказать свои истинные намерения. Ее собственная позиция находилась на самом верхнем этаже у выхода на крышу, и в некой мере ее это злило. Она знала, что сержант выбрал эту точку потому, что едва ли на ней могло произойти хоть что-то. Либо преступника задержат еще на нижних этажах, либо он проберется на крышу не через внутренние лестницы. И тогда его возьмет снайпер. Вдалеке переговаривались пара полицейских в гражданском. Она знала их как членов одного из патрульных отрядов. Тех самых, что часто просили помощи Флиделя в особо сложных ситуациях. Никого из своего отряда она пока не видела. Возможно, они уже разошлись по своим местам, а возможно, как и Флидель, еще даже не приехали. «О, наша обморочная леди, наконец, пришла в себя!» Она обернулась. «Аднет, а что вы здесь делаете?» Перекрытие доступа кислорода к головному мозгу во время обморока приводит к ухудшению умственных способностей, капитан. При операции подобных масштабов штатный врач обязан присутствовать на случай непредвиденных ранений. Значит, сержант Крайше вывел это дело на межрайонный уровень? Капитан пропустила мимо ушей едва ли завуалированное оскорбление. «Да, однако не думаю, что нашему руководству выгодно привлекать к этому СМИ. Неизвестно, что навредит обществу сильнее – то, что молодые дамы не предупреждены об опасности, или то, что мы ввергнем в панику целый город, заявив о четырех убийствах менее чем за неделю. Он затушил сигарету от стену, чтобы достать новую. К тому же начальство явно рассчитывает, что мы возьмем его сегодня, и нам даже не придется отвечать на лишние вопросы журналистов. Самое главное сейчас – это спасти последнюю жертву. Если сможем. Вчера я помогал Алексису с аутопсией и отметил деталь, которым почему-то не придавал значения. Возможно, именно потому, что она лежала прямо на поверхности. О чем вы? Транквилизатор. Это был сильно действующий транквилизатор. Такой едва ли можно найти на рынке, ровно как и модель пистолета, из которого был произведен выстрел. Мы имеем дело с человеком с явными связями в преступном сообществе, если и вовсе не с группировкой. Серийные убийцы, как правило, не работают в команде, а это налицо серийное убийство. Да, использовался один и тот же транквилизатор. Одна и та же модель оружия. Девушки были убиты действительно утром каждого последующего дня, как вы и предполагали. Но разве не вы все время придирались с деталям, вроде того, в упор ли был произведен выстрел? Хотите сказать, что это какая-то имитация серии убийств? Я предпочитаю вообще ничего не говорить. Он вновь затянулся. Капитан с интересом посмотрела на него. Это уже вторая сигарета за наш небольшой разговор. Мне всегда было любопытно, как вы относитесь к своей привычке с врачебной точки зрения. С врачебной? Однет задумчиво посмотрел на нее, а после затянулся сильнее прежнего, медленно выпуская дым в холодный ночной воздух. Я знаю, что это убивает, так что исключительно положительно. Кристиан замолчала. Медленное уничтожение собственного организма можно назвать это контролируемым самоубийством. До самого последнего момента ты уверен, что можешь соскользнуть с крючка. Разве мы не похожи в этом с вами, капитан? Я не стал говорить Флидель, сколько снотворного обнаружил в вашей крови после того, как он вызвал меня среди ночи из-за вашего обморока. Это не более чем ошибка. Я не могла уснуть достаточно долго, поэтому не сильно отдавала себе отчет том, сколько таблеток нужно выпить. На вашем месте я бы не заставлял сержанта столь сильно переживать. Толку от него никакого, когда его волнует лишь то, когда вы очнетесь. Впрочем, когда я сказал, что вашей жизни ничего не угрожает, он довольно быстро пришел в себя и составил план. Хотя сдается мне лишь для того, чтобы поскорее укатить с вами в участок. «Подождите, этот план составил Флидель?» «По большей части, в конце концов, только от него зависело, сколько людей мы сможем привлечь так, чтобы не возбуждать умы журналистов». Капитан осторожно прокрутила в голове мысль о том, насколько грамотно был составлен этот план. У сержанта уже имелся опыт в составлении операций. «Впрочем, хватит уже. Думаю, вам пора быть на позиции. А я останусь неподалеку на случай, если этот преступник все-таки умудрится подкинуть мне работенки». Стоя в глубине шахтовой ниши, она просматривала на телефоне результаты всех четырех вскрытий. Многие факторы мешали установить точное время смерти, но в целом все сходилось в одном. Жертвы погибли от 7 до 9 утра. Хотя ждать оставалось еще несколько часов, Кристиан мысленно отблагодарила сержанта за то, что он решил начать операцию задолго до нужного времени. Если они затаятся с самой ночи, вероятность, что убийца почувствует неладное, прибыв сюда, станет минимальной. Капитан внимательно осмотрела лестничную площадку. Ниша лифта находилась посередине между двумя крыльями здания, на каждом из которых умещалось две квартиры. Лестница на крышу, как и на этаж ниже, находилась прямо перед лифтом, что обеспечивало ей идеальный обзор. Чуть ниже на межэтажном перекрытии располагался люк мусоропровода. Однако на нем висел тяжелый замок, не позволяющий открыть его и использовать по прямому назначению. И убедившись в этом, Кристиан оставила его в покое. Одно за другим беззвучно проходили уведомления о прибытии на позиции. Она находилась на 10 этаже здания, Майкл на пятом. На первом – Брэд. Трое патрульных взяли на себя пожарные лестницы и балконы. Снайпер находился на соседнем здании, и, наконец, Флидель взял на себя наблюдение за входом. Он отписался самым последним. Именно этот момент ознаменовал начало операции. Она стояла, положив одну руку на кнопку включения рации, а вторую – на пистолет. Минуты текли невыносимо долго, и Кристиан начала жалеть, что не согласилась на предложенный сержантам кофе. Стараясь не издавать ни звука, она глянула на наручные часы. 5.17. От всех остальных также не было вестей. Даже отсюда был отчетливо слышен шум машин в соседней магистрали. Движение не прекращалось ни на секунду, и с каждой минутой лишь усиливалось. Люди один за другим просыпались, чтобы успеть на работу. Она услышала, как тихо щелкнула дверь одной из квартир, открываясь. Капитан напряглась от мысли, что им придется ловить убийцу на глазах у жителей дома. Тогда скрыться от СМИ будет уже невозможно. Некоторое время она не знала, затаиться глубже в шахте лифта, чтобы не привлекать внимание, или же выглянуть, чтобы как следует рассмотреть человека, вышедшего из квартиры. Впрочем, чтобы спуститься по лестнице, ему все равно придется пройти мимо нее. Капитан застыла, поняв, насколько тяжелым были шаги человека, направляющегося к ней. Она рванула вперед, не задумавшись, закричав о все горло. «Стоять, полиция!» Мужчина отреагировал мгновенно. В руке свободной от переваленной через плечо девушки мелькнуло оружие. Кристина шатнулась в сторону. Оглушительный выстрел пробил стену за ее плечом. Она вновь кинулась вперед, судорожно нажимая кнопку на рации. «Он здесь!» Он побежит вниз. Он точно побежит вниз к Майклу и Бретта. Он наверняка знает, что сверху его ждет снайпер. Она вновь метнулась зигзагом, стараясь не дать ему возможности выстрелить, и попыталась перекрыть проход вниз. Но мужчина резко сменил направление, и Кристиан выдохнула, поняв, что он мчится вверх по лестнице. «Стой!» «Стой!» «Тебя могут убить там!» Она крепче схватила пистолет, целясь ему в ногу. Мужчина был уже почти на последних ступенях. «Я буду стрелять!» Она не знала, зачем кричала это. Это было одно из частей протокола, но сейчас этот протокол не давал ей ничего, кроме бездарно сгубленного времени. Мужчина пересек последнюю ступень, и Кристиан, стиснув зубы, коснулась спускового крючка. И замерла. Замерла буквально на секунду, не в силы заставить себя жать пальцы до конца. Замерла, и тишина, заполнившая воздух, вместо выстрела опалила уши. Этой секунды хватило. Мужчина обернулся, и ужас раскрылся в зрачках Кристиан, когда она поняла, что летит на нее с лестницы. В этот момент раздался выстрел. Ее выстрел. Безвольное тело рухнуло на нее, погребая своим весом, и Кристиан упала с лестницы, чувствуя, как рубашка пропитывается свежей кровью. Боль от столкновения с полом пронзила ее до самых костей, но она оттолкнула тело от себя, пытаясь встать. «Майкл, на 10 этаж, скорее, тут девушка!» Она знала, что сейчас находится к нему ближе всех. Она хотела остаться, хотела посмотреть, все ли в порядке с жертвой, но знала, что он здесь, наверху, ближе, чем когда-либо. Откуда-то сверху раздался выстрел и грохот металла. «Снайпер?» «Нет, слишком близко!» Кристиан встала на ноги и побежала наверх, ступени пролетали одна за другой. «Крыша?» «Да почему она не слышала звука выстрела?» «Чердак!» Капитан быстро влезла наверх, врубая фонарь. Переплетающиеся трубы мешали обзоры, и она просто побежала вперед. Руки лежали на ненавистном пистолете, оружии, помешавшем схватить цель, когда она была так близко. Она бежала вперед, пока не обнаружила еще один открытый люк в дальней части чердачного помещения. Другая часть здания. Кристиан уже поняла, что той минуты, что она потеряла, хватит для того, чтобы высказать другую часть здания и выйти через неохраняемые входы. Но она продолжала бежать на ходу, отдав приказ осмотреть здание со всех сторон. Почему никто не подумал о чердачном помещении? Возможно, потому что сержант был уверен, что преступник не сможет даже добраться до 10 этажа. Возможно, потому что у них было слишком мало людей, чтобы действительно оцепить здание целиком. Но теперь выстрелы слышали все жители дома, и ей придется писать множество оправдательных писем касательно провалившейся операции. А еще? Она посмотрела вниз, увидев расползающееся пятно крови на форме, и, наконец, осознав случившееся, бросилась назад в темноту чердака. Она мертва, капитан! Майкл отнял руку от пульса девушки, растерянно посмотрев на Кристиан. В его глазах читалось недоумение, непонимание, словно он не мог поверить, что их операция могла провалиться, тем более настолько кошмарно. И все из-за меня. Эта фраза беспрестанно крутилась у Кристиан в голове. Она заполонила все пространство, выдавив оставшиеся мысли, словно бетонный каток. Кровь на ее рубашке все еще не высохла, заставляя вновь и вновь проходить через разрывающий разум воспоминания. «Что произошло, капитан?» Флидель прорвался вперед, оттолкнув Бретта со стоящими неподалеку патрульными и схватил Кристиан за плечо. Прикосновение ощущалось, словно через глухую стену. Он поджидал в одной из квартир на этом этаже, сбросил на меня жертву, пытаясь остановить, и ушел через чердачные помещения. Она слышала эхо собственных слов в голове, словно говорила по старому телефону. Голос был сухой и бесчувственный. Взгляд Флиделя упал на ее окровавленную форму, но еще до того, как он успел открыть рот, Кристиан отрицательно помотала головой. Она не могла заставить себя говорить, не могла признаться, сказать, что пуля, пронзившая тело девушки, была ее собственной. К счастью, ее молчаливого жеста хватило, чтобы сержант замолчал. «Нужно осмотреть ту квартиру!» Брэд подал голос, подаваясь вперед. «Я останусь здесь, по возможности отвечая на вопросы жителей!» Капитан кивнула. Брэд всегда вызывался опрашивать свидетелей или успокаивать потерпевших. Было в его голосе что-то, что располагало людей. Если кто-то исправится с этой работой, то это только он. Аднет уже распоряжался о перемещении тела в морг. Встретившись взглядом с капитаном, он лишь сочурил глаза, но ничего не сказал. Кристиан знала, что все случивше, если спишут на несчастный случай при исполнении. Знала она также и то, что ее собственная совесть никогда не будет на это способна. Квартира, из которой вышел мужчина, была небольшой. Майкл уже сбегал к машине, чтобы забрать инструменты для снятия отпечатков пальцев, и вовсю был занят работой. Кристиан с Флиделем надели перчатки. От взгляда сержанта не смогло укрыться, как дрожат ее руки. Так это был мужчина, да? Да. На камерах мы видели женщину. Аднет предполагал, что здесь работает целая группировка. Капитан осмотрела прихожую, ничего не говорила о личности человека, живущего здесь. Некая квартира, как когда-то выразился Флидель. Почему-то из-за событий последних дней эта фраза казалась совсем далекой. Капитан, идите сюда! Кристиан зашла в одну из комнат, куда звал ее Майкл. Там обнаружилось несколько шприцев, лежащих на полу. Также кое-где встречались грязные пятна, напоминавшие биологические жидкости. Возьми образцы и отправь их в лабораторию. Особое внимание удели этим шприцам. Так точно! Она вновь осмотрела комнату. Мебели в ней почти не было, но на двери стоял замок, слишком новый для этого помещения. Капитан продолжил осмотр. В ванной не обнаружилось никаких гигиенических принадлежностей. Точно так же на кухне не было найдено еды или столовых приборов. Было похоже, что эта квартира использовалась исключительно для временного пребывания, но Кристиан была уверена, что у них найдется достаточно материала, чтобы выследить преступника. Она положила ладонь на ручку последней двери, намереваясь открыть ее, но что-то внутри нее вздрогнуло, заставив восстановиться. Дверь не казалась ей опасной, нет, она была слегка приоткрыта, и Капитан аккуратно изучил ее сквозь узкий просвет. Никакой угрозы или, возможно, ловушки там не было. Просто что-то внутри удерживало ее от того, чтобы зайти в комнату. Что-то не так, Капитан? Сержант осторожно подошел сзади, заметив ее нерешительность. Нет, нет, все в порядке. Она глубоко вздохнула, открывая дверь. Свет в комнате был тусклым, единственным его источником было полузавешенное окно, у которого стоял стол. На первый взгляд он был пуст, однако Кристиан хватило несколько секунд, чтобы понять, что это не так. Она подошла ближе. На столе лежали паспорта, пять уложенных ровным полукругом раскрытых паспортов, с фотографией которых взирало пять убитых девушек, пять темноволосых молодых особ ровно 25 лет от роду. Они смотрели на нее спокойными, ничего не выражающими взглядами. И Кристиан вдруг почувствовала, как мир медленно проворачивается вокруг своей оси, соединяя прошлое с настоящим. Прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Ровно в центре стола лежали два билета. Кристиан подняла взгляд. Из окна отчетливо был виден, оперный театр. Пальцы застыли над клавиатурой, словно не смазанные детали выключенного механизма. Она отослала отчет уже давно, методично отбивая ритм клавиш, перечисляющих сегодняшние события безэмоциональным путешествиям от первого до последнего пункта. Мыслей не было. Не было ничего. Капитан знала, что сегодня их расследование не продвинется ни на йоту. Результаты исследований придут только завтра, а до тех пор ей придется отвечать перед руководством за излишне самонадеянный план. Форма уже несколько часов как лежала в прачечной, но это не могло смыть кровь с внутренней поверхности ее разума. Она до сих пор чувствовала липкое пятно в районе живота и словно все ее естество сосредоточилось в этом ощущении. Тихо скрипнула дверь. Ей показалось, будто Нейт пытается протиснуться в самый узкий проем двери, который только можно было создать. Первая в комнате очутилась его голова, и он на секунду задержал взгляд на пустые глазах капитана, прежде чем все-таки войти. «Я узнал все, что мог об этих билетах!» Он замолчал, будто пытаясь проверить, слышит ли она его. Кристиан перевела на него взгляд, и он едва слышно выдохнул, заметно успокоившись. «Это самое дорогое оперное шоу, что вы могли представить. Знаменитейший певец Шарлинд фон Рейнсфорд наконец посетил наш город, и все билеты были выкуплены задолго до выступления. Та пара, что попала к нам, зарегистрирована месяц назад. Два места в самой шикарной ложе ближе всего к сцене. Представление начнется завтра в 19.00». Кристиан вновь перевела взгляд на монитор, кивнув. Нейт постоял еще некоторое время, ожидая какой-нибудь реакции. «Завтра шестой день, капитан!» Осторожно начал он. Она вновь кивнула. «Мы не можем пробраться внутрь напрямую, так как все билеты уже выкуплены, но...» Она кивнула. Нейт осекся, поняв, что она не слышит. «В любом случае, вам решать, что делать!» Он подошел, кладя два обрамленных золотом билета ей на стол. «Мы будем следовать вашим указаниям!» Кристиан кивнула. Сальваторе вышла из кабинета, устала, поводя плечами. Текли минуты. Она смотрела в центр экрана, словно надеялась найти там ответы на свои вопросы. Противно зазвонил телефон. Она вздрогнула, прежде чем поднять трубку. С другой стороны провода звучал монотонный голос Моргана, ее непосредственного начальника. Он говорил что-то о том, что получил ее отчет, о том, что журналистам еще не удалось выяснить, что это была серия убийств. «И сегодня ты не работаешь, Тайлер!» Она моргнула. «Что?» «Сегодня утром и так много случилось. Проведи остаток дня дома, это приказ. Если захочешь, можешь взять отгул и не появляться на работе еще пару дней. Но... Это не обсуждается». Она замолчала. Морган говорил еще о чем-то около минуты, но вскоре в трубке зазвучали длинные гудки. Кристиан не помнила, сколько еще просидела за столом. Наконец, она встала. Сняла пальто с вешалки, взяла зонт, вышла из кабинета. Подчиненные проводили ее взглядами. Никто не решился ничего сказать. Оказавшись на улице, она подняла глаза на заволоченное облаками небо. Неожиданно пришло осознание, как давно она не видела этого дневного неба. В их дождливом городе ее смена начиналась до того, как солнце пробивалось сквозь монохромные тучи, а заканчивалось уже в густых сумерках. Ее квартира была в доме неподалеку. Она могла видеть ее даже отсюда, однотипную многоэтажку, теряющуюся где-то в мутном тумане. Не больше сотни шагов, отделяющих ее от белых стен и пустой кровати. Она повернула в противоположную сторону. Кристиан знала, что не должна идти туда. Это было неправильно по отношению к большой счастливой семье, к которой она не имела никакого отношения. Но сейчас ей слишком сильно хотелось вернуться назад в то время, когда все еще было хорошо. Она миновала черту города. Маленькие милые домики мелькали тут и там, разбросанные среди грунтовых дорожек и собственных садов. Но сейчас даже распускающиеся все лето цветы были бережно укутаны целлофаном, что придавало ему друченный вид. Она остановилась перед одним из домов, достаточно далеко, чтобы не вызвать нищих подозрений. В окнах горел свет, и она слышала чей-то смех, кажущийся практически недосягаемым. Сад, раскинувшийся перед домом, похоже, совершенно не интересовал владельцев. На едва прикрытой газоном земли виднелись остатки того, что раньше было розами, гортензиями и хризантемами. Кристиан медленно перевела взгляд на яблоню, стоящую в центре сада. Несчастное дерево надрывалось под весом собственных плодов, гнивших прямо на ветвях, и земля под ним едва была видна под подолицей. Это была его любимая яблоня. Она вспомнила время, когда начинался сбор урожая, и они вместе снимали налитые яблоки с ветвей, чтобы вечером испечь свежий пирог. Как она стояла у огромной кастрюли, помешивая компот, и как он обнимал ее сзади, вплетая в ее темные волосы белый цветок анимона. Как этот сад, заботливо выращенный его умелыми руками, казался ей самым красивым местом на земле. Время, когда в этом доме царило счастье. Нет, понимала она, горько качая головой, счастье до сих пор царит в этом доме, даже после того, как она продала его, не в силах смотреть на медленно умирающий сад. Счастья больше нет внутри нее. Она уничтожила все, что могло напомнить ей о нем. И все же, она стоит около этого дома, глядя на изможденную, изломанную собственным весом яблоню, и чувствует, будто ничем не отличается от нее. Словно конечности наливаются свинцом, и она не чувствует ничего, кроме бесконечной усталости. Очередной выстрел прозвучал в ее жизни. Девушка, которую она должна была спасти, была пронзена ее же пулей, пропитав капитана своей кровью. Кровью, которую никогда не получится отмыть. Очередная вина о человеке, который никогда не вернется домой. Она не поймала убийцу. Она видела его, но уже сейчас понимала, что не может толком вспомнить его внешность. И кажется, его лицо было скрыто тяжелым шарфом, или же наоборот капюшоном. Она помнила высокую фигуру, осознавала, что он был достаточно силен, чтобы одной рукой нести человека, но не более. Более того, когда адреналин утро выветрился, капитан стал отчетливо понимать, что это все было лишь приманкой. Способом заставить ее найти ту комнату с билетами и заставить вспоминать. У нее не было никого, с кем она могла бы поделиться всей той болью, что она испытывала, увидев разложенные полукругом паспорта убитых девушек. Не было также никого, кто мог знать, как доставить ей столько страданий. Но одно она знала точно, это не имело никакого отношения ни к рядовым убийствам, ни даже к серийным. Она вдруг почувствовала себя, марионеткой, крутящейся на веревочках на сцене красивого театра. Она вытащила билеты, которые машинально положила себе в карман, встав из-за стола. Вырядится ли она в изящное платье, чтобы вновь выйти перед раскрывающимся занавесом, следуя четкому сценарию. Неприятно треснула ветвь, отламываясь от умирающего дерева. Кристиан развернулась, не в силах смотреть на него более. Дома она отрешенно посмотрела на пару пачек макарон, купленных когда-то по акции. Не было больше ни пирогов, ни компотов с вареньем. Есть не хотелось. На прикроватной тумбочке лежала открытая пачка сигарет. Кристиан уже не помнила, как давно менялось их количество. Она вытащила одну из них, закурив. Свет монитора окрашивал ее собранные в неровный хвост волосы в неестественный голубоватый цвет. Он сидел на полу, на рваном ковре с проплешинами, перед огромным блоком, совершенно не похожим на современные плазменные экраны. Кто-то мог бы решить, что это была дань ретроэпохе, но истина заключалась в том, что у него просто не было ничего иного. Сквозь ковровые плеши проглядывал уже давно сгнивший пол. Три слоя линолеума в порженных дырах не скрывали плесень, поселившуюся на влажных досках. Он слышал где-то далеко капание воды, наверное, в котельной, не находящейся за стеной. Снова что-то прохудилось. Живот сводило от недоедания, даже его состояние не могло заглушить мучительного голода, поглощавшего все сознание. Тяжелый, просторный свитер не мог спрятать от посторонних глаз выпирающих ребер, а лопатки на спине уже давно превратились в крылья ангела. Но сейчас ему было все равно. Пустой голубой экран компьютера отражался в его застывших глазах, и он полностью растворился в себе. Пробежавший по ноге таракан не был удостоен и секундой внимания. Потом был пробел в памяти. Он очнулся, только когда почувствовал неприятный пинок под ребра и обернулся. Сзади стояла женщина, не скрывавшая презрения во взгляде. «Босс с тобой доволен, все прошло без сучка, без задоринки!» Она кинула на пол перед ним коробку с ампулами, такие же, но пустые, валялись по всей комнате, опасно сверкая обломанными краями. Он плохо понимал, почему им довольны. Работа, которую он выполнял, казалась слишком скучной и легкой, а выяснять, куда нити ведут дальше, он просто не хотел. Сегодня был один из таких дней, когда он предпочел бы оплату едой, но он знал, что через пару часов она снова окажется снаружи, в одном из неоднократно заблеванных углов. Он уже давно перестал понимать, что с ним происходит. «Ты бы сменил место жительства, что ли?» «Уверена, босс мог бы подыскать тебе, ну, хотя бы комнату!» Она с отвращением осмотрелась. «Ему не нужна была комната. Здесь, в подвале одного из старых домов, он без проблем смог подключиться к электросети, а большего ему и не нужно было. Завтра этот план наконец-то закончится, завтра босс наконец-то успокоится и мы, ну, сможем вернуться к тому, что было». Он неопределенно пожал плечами. Женщине явно было не по себе от того, что происходило с тех пор, когда босс вдруг заговорил об особом плане, и им пришлось исполнять странные, почти ритуальные прихоти. Ему же было все равно, для него ничего не изменилось, ни оплата, ни отношения к нему. Он посмотрел на несколько ампул у своих ног. Сложно было сказать, от чего он сейчас зависел больше, от нескольких кубиков прозрачной жидкости или от мягкого голоса, который он иногда слышал сквозь телефонные помехи. Голоса, говорящего, насколько ценными для команды были его способности. Сколько лет он цепляется за призрачную возможность быть любимым? «Боже, да у тебя тут просто невозможно находиться, я пойду». В общем, молись, чтобы ничего не провалилось в последний момент, тогда тебе больше не придется заниматься этой чушью, мы вернемся к обычным делам. Хлопнула дверь. Живот заурчал сильнее прежнего, и свет от монитора начал резать глаза. В его руке вновь сверкнул шприц. «Да кто он такой, чтобы его молитвы интересовали Господа?» «Никто». Мягкие солнечные лучи проникли под завесу ее век. Кристиан перевернулась в кровати, пытаясь спрятаться от света. Осознание пришло не сразу. Она в попыхах села, с удивлением увидев за окном чистое голубое небо. Облака рассеялись, уступив место редкому осеннему теплу. Схватив телефон, она увидела мигающие цифры 12.51 и четыре пропущенных от Алексиса. Вчера она рухнула в кровать ранним вечером, отключив все уведомления. И теперь полуденное солнце, словно издеваясь, освещало ее и без того белоснежную квартиру. Морган разрешил ей взять отгул на сегодня, но... Она набрала Алексиса. «Мэм, я не мог до вас зазвониться, мэм, все хорошо?» «Да, все в порядке, Алексис». Она старалась не думать о том, что напугала мальчика своим послеполуденным сном. «Что случилось?» «Я исследовал тело последней жертвы и...» «Ох, мэм, вы взяли отгул, да? Мне не отвлекать вас?» «Нет, я... я скоро приду в участок. Так в чем дело?» «Это касается того... ну... причина смерти, мэм». Кристиан почувствовала, как по кончикам пальцев пробегает холод. Горло вдруг как будто ободрало чем-то, и она не могла выговорить ни слова. «Это...» «Не имеет к вам никакого отношения, мэм!» «Что?» «Тот транквилизатор, мэм, его содержание в крови превышает все допустимые значения в несколько раз. Она была уже мертва, когда вы выстрелили, мэм!» «Это...» «Сдела не я?» Слова вырвались изнутри, словно разламывая камень, образовавшийся в ее груди со вчерашнего дня. Но мгновение облегчения сменилось волной накатившего осознания. Кто бы это ни был, почему он продолжает оставлять столь очевидные послания для нее? В ком хранится столько злобы и ненависти к ней, столько желания подвести к последней черте? И главное, откуда он знает, как заставить пробудиться самые ужасные из ее воспоминаний?» Она зажмурила глаза, прислоняясь к стене и медленно сползая на пол. «Мэм! С вами все хорошо, мэм!» «Да...» «Да, Алексис, я скоро приду». Длинные гудки. Она словно физически ощущала, как одну за другой отрезает ниточки кукловод, лишая ее возможности двигаться. Но до тех пор, как упадет последняя нить, она будет идти вперед, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. «Я проверил игру Майкла, но тщетно». Синяки под глазами Нейты сегодня обрели какой-то особенно глубокий оттенок. Несмотря на всю ее простоту как приложение, к ней явно приложил руку профессионал. Невозможно отследить, кто именно ее создал и когда. Абсолютно все, что могло вести к разработчику, тщательно почищено. Единственное, что я смог выяснить, так это то, что в рекомендациях эта игра появилась только на устройстве Майкла. Все остальные пользователи просто не могли ее обнаружить и, следовательно, скачать. «Они определенно нацелились на нас!» Майкл кивнул. «И чем больше мы узнаем, тем более продуманным оказывается весь этот план. Я отостал образцы из квартиры в лабораторию, все они содержали ДНК погибших девушек. Похоже, их похищали заранее, а потом они ждали до назначенного часа, и кое-кому пришлось провести в этом помещении более дня». «Больше ничьих следов обнаружено не было?» «Никаких!» Капитан замолчала. Она не хуже других знала, что преступники нацелились на них от первого до последнего шага. Но сколько она не прокручивала в голове возможное развитие событий, она все еще не могла понять, что они будут делать дальше. «Они оставили эти билеты!» Неуверенно начал Майкл. «Я проверил их еще вчера, полностью подлинные!» «Значит, что-то должно произойти сегодня в опере!» Кристиан обернулась, чтобы встретиться взглядом с сержантом Крайше, небрежно вешающим пальто. «Где Прэд?» «Отвечают, но лишние вопросы. Вы же знаете, что я в этом не силен, капитан!» «Что бы это ни было, не похоже, что они закончили!» Нейт снова скрылся за монитором, доставая ланч. «Согласен с сержантом, билеты во всем этом спектакле играют далеко не последнюю роль!» «И ведь специально выбрали самое дорогое представление!» Куинси недовольно цокнул языком. «Без привлечения лишнего внимания мы туда никак пробраться не можем, разве что привезти эти билеты как доказательство и...» «Я не упоминала в отчете билеты, мы разберемся с этим сами, сейчас самое главное действовать как можно тише!» «Разберемся сами, собирайтесь лично прийти туда, куда вас очевидно заманивают убийцы!» Вмешался Флидель, садясь на кресло. «Если это предотвратит убийство шестой девушки, туда!» «Ну, раз билет у нас не один, вам нужно сопровождение!» Сержант натянуто улыбнулся и Кристиан невольно задержала на нем взгляд. С кем-то она должна была пойти, и несмотря на разногласия последних дней, Флидель показался ей довольно надежным напарником. К тому же Нейт с Майклом сейчас слишком заняты попыткой отследить создателя игры. Брэд отвечает на вопросы журналистов, а у Алексиса с Аднетом в любое время хватало работы. Крайше действительно был единственным пиздельником, хмыкнула она про себя. Что ж, возможно, у нее нет других вариантов. Она глубоко вздохнула, придав своему голосу максимально непринужденную интонацию. «Хорошо, сержант, в таком случае постарайтесь в этот раз не опоздать. Опера начинается в 19.00, но нам стоит быть там за полчаса, чтобы успеть осмотреть здание». Глаза Флиделя удивленно расширились. «Вы серьезно, капитан? Я имею в виду, это же самое дорогое представление этого года. Я уверен, вам и без меня есть с кем». Она наградила его таким взглядом, что он мгновенно заткнулся. Всегда с ним было так. Только что-то начинало налаживаться, как он умудрялся ляпнуть что-нибудь, из-за чего хотелось отвесить ему увесистую за трещину. «Это операция, сержант. Отнеситесь к ней, как подобает». «Я... Да, капитан». Его голос прозвучал непривычно серьезно. Кристиан на мгновение замерла, не уверена, что поступает правильно. «Я пойду поищу информацию о предстоящем спектакле». Она не знала, почему вдруг почувствовала потребность покинуть комнату. На этот раз слова сержанта не только задели ее, они заставили вспомнить, как долго она не выбиралась куда-то помимо работы. Вчерашний день, проведенный у совсем уже чужого дома, перенес ее в те времена, когда прогулки и развлечения были частью повседневной жизни. Но после смерти мужа все это осталось в прошлом. И теперь, пусть и по работе, она идет в оперный театр. С сержантом. Возможно, правильным решением было отправиться туда в одиночестве. Несколько щелчков по клавишам и на экране ее компьютера высветилась информация о Шарлинде фон Рейнсфорде, скандально известном оперном певце, дающем представление у них в городе. Он скандально жил, был скандально женат, также скандально разводился, но в целом ничего интересного. Идеальная находка для журналистов, человек, не всегда тщательно подбиравший слова для своих интервью, что выставляло его как нездержанного импульсивного мужчину. Женщины долго не задерживались рядом с ним, разведен он был уже трижды и сейчас вновь женат. В особо скандальных интервью он упоминал, что все его жены были меркантильные, и капитан не была удивлена природе этих мыслей, просматривая фотографии самых знаменитых его выступлений. Одного взгляда на эти фотографии хватило, чтобы по спине Кристиан пробежала зноб. Это явно было не то мероприятие, которое она могла позволить себе когда-либо в этой жизни. Она щелкнула по ссылке официального сайта их местной оперы, чтобы посмотреть, сколько стоили билеты в главную ложу. Им мысленно ужаснулось, возжелав как-нибудь забыть это обратно. Кем бы ни был преступник, играл он по-крупному. И если на концерте такого уровня что-нибудь случится, репутация господина Рейнсфорда будет безнадежно испорчена. Кристиан не была уверена и имеет ли это отношение к делу, но на всякий случай держала в уме. Человек подобного статуса и характера наверняка мог перейти кому-то дорогу. Красные с золотом фотографии оперных театров агрессивно взирали на нее с той стороны экрана. Разглядывая богато одетых дам и господ, аплодирующих с первых рядов, капитан все отчетливее понимала, что заявись она на представление в полицейской форме, тысячи взглядов прожгут ее насквозь, оставив лишь горстку пепла. Где-то в недрах до сих пор неразобранных коробок в ее пустой квартире покоилось старое бархатное платье. Уже более десяти лет погребенное под старыми чайными сервизами и окислившимися украшениями очередное далекое напоминание о долгой счастлива. Любимый наряд, достававшийся на каждый праздник. Она даже не помнила, где оно. Ей и правда потребуется отгул на сегодня. Отправив заявление, Кристиан вышла из кабинета, погрузившись в смутные воспоминания. Заметив, что она уже в верхней одежде, сержант обратился к ней. Уже уходите, капитан? Морган посоветовал мне взять пару отгулов, так что решила воспользоваться его советом, чтобы подготовиться к сегодняшней операции. Честно, давно не помнил, чтобы вы брали отгулы. Кристиан внимательно изучила взглядом окно. Вы тоже можете взять отгул. Надеюсь, вы понимаете, что сегодня должны выглядеть подобающе. Это звучит, как оскорбление, капитан. Сержант звонко засмеялся. Дома она методично начала разбирать коробки, стараясь не позволить памяти о каждой завернутой в целлофан безделушки поглотить ее. Платье вскоре нашлось. Погребенное в самом низу коробок, оно было спасено от моли и нуждалось лечь в тщательной чистке. Нашлись изумрудный браслет с серьгами, подарок на свадьбу от матери и старая косметика с давно вышедшим сроком годности. Около шести вечера Кристиан стояла перед зеркалом, нерешительно смотря на свое отражение. Всегда расправленной, сейчас ее оголенные плечи сжались, словно она пыталась спрятаться. Никогда не уверенной в своей фигуре, капитан пыталась прикрыть слишком сильные руки, загораживаясь смехотворно маленькой сумочкой на тонкой цепочке. Платье казалось ей слишком тяжелым, каблуки слишком высокими. А от одной мысли о том, как не спадающая до самого пола ткань облегает ее талию и бедра, почему-то становилось неуютно. Когда-то она так любила это платье. Вальвейн смотрел на нее с восторгом и всегда говорил, что зеленый бархат прекрасно оттеняет ее зеленые ведьминские глаза. Она растягивала губы, окрашенные темной помадой, и деланно глупо хлопала накрашенными ресницами, смеясь. Теперь же она смотрела на свое лицо, отражающееся в зеркале, и думала о том, какой же непохожей на себя делает ее эта разведенная подсолнечным маслом тушь и помада, едва найденная где-то в глубине одной из старых сумок. Тускло блестел браслет, и из-под завитых железными бегудями локонов виднелись огромные серьги. Она не знала, что чувствовать. Из отражения на нее смотрела женщина, которую она уже давным-давно не видела в себе. В то же время на нее взирал совсем блеклый призрак давно ушедших времен. Кристиан в последний раз поправила волосы и отвернулась от зеркала. Чем ближе она подходила к опере, тем нерешительнее становились ее шаги. Яркие дорогие машины одна за другой останавливались на парковке и чопорные господа подавали руки прелестным леди во слепительных нарядах. Огромное сияющее здание возвышалось над ней словно древний пантеон. Она заметила сержанта еще издалека. Прислонившись к столбу несколько в стороне от входа, он поглядывал то на наручные часы, то на богато украшенные двери. На нем был аккуратно выглаженный костюм и шляпа, делающая его похожим на мафиози времен сухого закона. Едва проглядывающие в его чертах южные корни только подчеркивали это ощущение, и Кристиан неосознанно остановилась рассматривая его. Очередной раз, посмотрев на часы, краем глаза он увидел ее, одинокую фигуру, стоящую посреди движущейся толпы. Поначалу его взгляд просто проскользнул мимо, словно он не узнал ее, «Время словно остановилось в центре этого суетного столпотворения. Глаза сержанта смотрели прямо на нее, и она не могла понять, о чем он сейчас думает. Кристиан неловко поправила прядь волос, но осознала вдруг, что ей не хватает сил даже опустить взгляд. Кто-то из проходящих задел ее плечом, но сейчас это не имело никакого значения. Она двинулась вперед, рассекая толпу наискось, прямо к засыпшей фигуре сержанта. Он стоял на месте, не спуская с нее глаз, и лишь в последнее мгновение двинулся вперед с нечитаемым выражением лица. Они стояли друг перед другом в стороне от людей, и оба молчали, не зная, что сказать. «Я выгляжу как-то неправильно?» неуверенно подала голос Кристиан. «Вы выглядите потрясающе, капитан!» Улыбка, рассыпившая на его лице, была столь завороженная и искренней, что Кристиан не сумела выдержать его взгляда. Он подал ей руку. «Начнем же сегодняшний вечер?» «Колонны, изрезанные глубокой резьбой, уходили куда-то вверх, к недосягаемому цветку купола, испечленными картинами божественных сюжетов. В тысячах зеркал огромного зала золото и бархат отражались мириадами миров, проникающих друг в друга бесконечными реминисценциями. Поток людей сруился, поглощая их, засасывая внутрь, заставляя сьюжиться от ощущения безразмерной мощи и шика. Кристиан постоянно казалось, что кто-то смотрит на них, но оборачиваясь снова и снова, она замечала лишь собственный растерянный взгляд, отраженный в одном из нескончаемых зеркал. Она украдкой взглянула на сержанта, невольно поразившись, как сдержанный спокойно удержался, выпрямив спину и глядя перед собой. Его рука мягко держала ее под локоть, и она впервые чувствовала, что это ее ведут вперед, неуверенную и запутавшуюся. «Расслабьтесь, капитан, все хорошо!» Его голос был тихим, однако Кристиан все равно напряглась от мысли, что кто-то может услышать, как он называет ее. В последний момент она все же отдала приказ Майклу с Бреттом следить за заданием снаружи, отслеживая любую подозрительную активность. И ее не покидала тревога за то, что кто-то из зрителей может понять, что опера находится под наблюдением полиции. Леди в роскошном бальном платье раздавала программки. Не выпуская руки Кристиан, Фридель с присущей ему галантностью принял две брошюры с золотым обрезом. Капитан неуверенно развернула одну из них, не переставая думать о том, насколько естественно у сержанта выходит держаться в подобной обстановке. Голова кружилась от непривычной роскоши и она чувствовала себя совершенно чужой в этом месте. Стены украшали фотографии из самых громких выступлений. Несколько раз Кристиан замечала знакомое лицо Шарлинда фон Рейнсфорда, главной звезды сегодняшней программы. Похоже, он посещал их город не впервые. Что было неудивительно, еще в сети Кристиан вычитала, что его детство прошло в этих краях в доме бабушки. «Если вы будете так напряжены, на нас начнут обращать внимание». «Я знаю». Она сокрушенно покачала головой. «Просто вся эта обстановка...» «Вы никогда не были в театре?» «Была, пару раз, но это было до того, как...» Она замолчала, почувствовав, как воспоминания снова захлестывают разум. Сержант вздохнул, посмотрев в сторону. Все в участке знали эту историю. Она была подобна мрачному наследию, нависшему над их следствием отрядом. Историю поисков и молитв, не увенчавшуюся ничем, кроме ощущения неотвратимости судьбы. Даже несмотря на то, что Флиделя перевели совсем недавно, он наверняка не раз слышал о временах, когда еще сержант полиции Кристиан Таллер развешивала листовки по всему городу и ездила в поисковые экспедиции. Даже когда срок давности дело давно истек, она не оставляла надежды, раз за разом прочесывая все окрестные леса в попытках отыскать хоть что-нибудь, что укажет на местонахождение ее мужа. Но сейчас, спустя 12 лет, даже тлеющая лучина давно прогорела, оставив лишь пепел и невыносимое чувство вины. Она не нашла его. «Капитан, иногда прошлое стоит оставить в прошлом!» Она опустила голову. Сегодняшний день, проведенный в компании старых коробок с вещами, оставил на душе увесистый камень. «Сегодня был тяжелый день для меня. Я бы сказал, тяжелая неделя. Может быть...» Она не знала, почему даже не попыталась опровергнуть его слова. Возможно, за последние дни он слишком часто видел ее в настолько подавленном состоянии, что Кристиан знала, что он не поверит ни единому ее слову. «Удивительно, что вы так спокойно чувствуете себя в этой обстановке». Она решила перевести тему. «Просто я часто бывал в театре». «Вы?» Кристиан искренне удивилась. «Вы не похожа на ценителя искусства». «Да, я знаю, я похож на бездельника Резгильдяя». Он беззаботно рассмеялся. «А если серьезно, не могу сказать, что я сам по себе наслаждался всеми этими представлениями и концертами». «Думаю, вы и сами можете представить меня в подростковом возрасте. Эдакий прогульщик, своенравный парнишка, звезд с неба в школе не хватал». Он смехнулся, словно вспомнив что-то хорошее и продолжил. «А вот мама была моей полной противоположностью, тихая, одухотворенная женщина». Все пыталось привить мне тягу к прекрасному. Так и вышло, что мы были с ней завсегдатами театров. Не таких шикарных, как этот, конечно, но мама всегда откладывала зарплаты и деньги специально для того, чтобы отвезти меня в место получше. И вам нравилось? Сложно сказать. Я был больше в отца, человека прагматичного и абсолютно приземленного. Но прежде всего я был ребенком, а в «И как-то вновь были в нем последний раз?» «Когда-то в юности. Я перестал ходить после того, как мама умерла». «О, простите». «Нет, все в порядке, капитан. В опере я никогда не был, но атмосфера примерно такая же. Знаете, даже приятная ностальгия какая-то». «Неужели она не напоминает вам о тех временах, когда ваша мать была еще жива?» «Напоминает в хорошем смысле. Мы здорово проводили время, хотя и были совсем разными людьми, и именно она научила меня, что не существует людей, с которыми можно не сойтись характерами». «Да, теперь ее нет и театры остались далеко в прошлом, но я никак не могу изменить то, что случилось, капитан. Смерть забирает у нас людей, и все, что мы можем сделать, оставить прошлое в прошлом». Кристиан не ответила. Она быстро поняла, что простое брожение по коридорам оперного театра и разглядывание фотографий ни к чему их не приведет. Однако возможности попасть в закулисье у них не было, а охрана строго следила за всеми служебными помещениями. От сиящего золота вокруг начали болеть глаза, а локоть горел от тепла прикасающейся к нему руки. «Думаю, нам лучше попытать счастье во время антракта, тогда большинство людей отправится в буфет, и у нас будет больше шансов». «А если что-то произойдет в первой половине представления?» «У нас не так много вариантов, капитан». По огромному фойе пролетел первый звонок. Людской поток устремился к залу. «Ваши билеты, пожалуйста, я помогу вам найти ваше место». Главной ложе шел отделенный коридор. Туфли Кристиан утопали в пушистой ковровой дорожке. Билетер впереди шел, не оборачиваясь, и она почувствовала, как невольно замедляет шаг. Слегка сжавшая локоть рука сержанта осторожно потянула ее вперед, и Кристиан пришлось повиноваться. Огромные белые двери отворились перед ними, и капитан зажмурил осетлившихся на нее огней. Главная ложа находилась сбоку и выходила прямо на сцену, обеспечивая наилучший обзор как на выступление, так и на зал. Именно в этот каким бы ни был замысел преступника, но что они могут сделать, находясь практически на главной сцене под цветом сияющих софитов? Словно их посадили в первый ряд представления, совершенно отличным от того, что разворачивается на сцене. Приятного вам вечера! Мужчина удалился, оставив ее наедине со своими мыслями. Она отчаянно посмотрела на сержанта, но ее взгляд разбился об его привычную улыбку. Прошу! Он игриво указал на ее место. Она вздохнула. Вы никогда не можете вести себя в соответствующей ситуации. Просто я привык объективно оценивать свои возможности. Сейчас наша единственная возможность насладиться этим вечером, надеясь на лучшее. Кристиан села, почувствовав, словно растворяется в мягкости кресла. Прозвенел второй звонок. Она открыла брошюру. В основном та состояла из текстов Арий, кое-где встречались красочные фотографии. Практически вся опера состояла из сольных выступлений господина фон Рейнсворда, оплакивающего свою несчастную любовь. Да уж, судя по тому, что она прочитала в сети несчастной любви в его жизни хватало. Правда, скорее озлобленной, нежели горестной. Постепенно в зале погас свет, и лишь сцена осталась ярко освещенной. Капитан неуверенно посмотрела в сторону рядов. Контраст освещения был столь сильный, что она не могла различить ни единого лица. Ощущение собственной беспомощности становилось все сильнее. Она почувствовала, как рука сержанта легла на ее собственную, словно успокаивая. На сцене стояла одинокая фигура. Высокий мужчина лет 35, облаченный в черный фрак, производил впечатление античной статуи. Длинные волосы цвета темного дерева пересекала одна единственная седая прядь. Скульптурное лицо казалось словно высеченным из камня. Он смотрел в зал не моргая, словно ждал какого-то особенного знака. Увидев его, Кристиан неосознанно застыла, подавшись вперед. Именно в этот момент их глаза встретились. Серые, практически сияющие в свете огней глаза мужчины буквально на одну секунду слились с ее пораженным взглядом. И в этот момент грянула музыка. Он запел. Его голос не был частью музыки, его голос был самой музыкой. Он был инструментом, живущим отдельно от оркестра, искусством, растворяющим в себе ее душу. С того самого момента, как первые ноты сорвались с его губ, Кристиан забыла о том, как она оказалась здесь. Забыла она ей открыть программу, чтобы хотя бы посмотреть, что пытаются донести до нее льющиеся с сцены слова. Забыла оглянуться на сержанта, чтобы увидеть, как он с едва насмешливой улыбкой смотрит на нее, в неподдельном восторге глядящей на сцену. Действие сменяло действие. Вот уже сражен был противник героя, укравший его возлюбленную, но принцесса не была в освобожденном замке. Вновь стоял среди летящих лепестков герой, поющий о своей несчастной любви. Он собирался в далекие страны, куда успели увезти его девушку враги, намереваясь продать одному из местных правителей. Кристиан неотрывно смотрела на прекрасного мужчину с седой прядью, на грустный взгляд его серых глаз, и давно уже ушел из ее мыслей образ человека, разверенно отгонявшего интервьюеров. Прозвенел звонок, и она словно проснулась от затянувшегося сна. Я смотрю, вам понравилось, капитан. А вам нет? Наблюдать за вашей практически детской реакцией было в разы интереснее. Она недовольно хмыкнула, возвращаясь к своему обычному состоянию. Я проверю еще раз все коридоры, проследите за сценой. Ей было неловко, что Флидель видел ее такой. Почему-то столь открытое восхищение представлением казалось ей чем-то вроде слабости, что она не должна была так отвлечься, придя сюда под прикрытием. Поэтому ей захотелось как можно скорее оказаться наедине с собой, отчасти, чтобы переварить бурю эмоций, бушевавшей в ней после спектакля. Теперь она понимала причину такой бешеной популярности господина фон Рейнсфорда, его невероятный талант, способность проникнуть в самую клуб штуки. Шумящая толпа вышла из зала обсуждая впечатления от спектакля. Капитан внимательно разглядывала идущих по коридору богато одетых господ, пытаясь приметить что-либо подозрительное, но все они сливались в сплошную лавину, и Кристиан сама не успела осознать, как оказалась втянута в самую ее гущу. Кто-то толкнул ее плечом, из едва сжатых рук вылетела программка, упав куда-то на пол. Она оглядывалась не в силах понять, куда же улетела несчастная бумажка. В колышущемся море женских туфелек никак нельзя было разглядеть и проблеск золотой брошюры. «Не вы ли обронили, милая леди?» Она обернулась на голос. Улыбка. Первое, что бросилось ей в глаза, широкая, полная сладости улыбка, словно парализующая. Затем глаза, сокрытые неестественно огромными радужками контактных линз с витиеватым узором фракталов, расползающимся по изумрудной оболочке. Она отступила на шаг назад, наконец увидев его, молодого мужчину, любезно протягивающего павшую программку. Белоснежный костюм, отделанный рюшами, казался старомодным, а в светлых волосах утопала до несуразности нелепая шляпка. Маленькая, она была украшена белой кавроновой вуалью и росупью искусственных цветов. На секунду Кристиан нацепенела, но осознание пришло довольно быстро. Учитывая то, где они находились, это мог быть один из актеров в театральном амплуа. Благодарю. Она не сразу поняла, что произнесла это серьезно кивнов, так же, как она всегда делала это в участке. Кажется, ее реакция позабавила мужчину, по крайней мере, его губы растянулись еще шире. Что-то в нем было такое, что притягивало внимание и даже не вычурный костюм. Плавные движения его рук, облаченных белой перчатки, выражение лица, то, как он смотрел на нее, берущий в руки программку, открытую где-то на середине. Позвольте мне украсть вас в этот ночной час, принцесса. Кристиан не сразу осознала, что эта внезапная реплика из его уст была первой строкой арии, на которую она растерянно уставилась. Она снова перевела взгляд на сраного мужчину, пытаясь понять, просто декларировал он текст или же это было обращение к ней. Мне показалось, что вы чувствуете себя здесь несколько неуютно первый раз в опере. Неуютно, не то слово. Капитан чувствовала себя здесь вырвана из своего окружения, задыхающаяся, словно рыба вытащена из воды. Скорее бы все это закончилось желательно без происшествий. Да, Кристиан выпрямилась, прикидывая, как можно обернуть ситуацию в свою пользу. Не совсем понимаю, как тут все устроено. Я была бы очень признательна, если бы вы показали мне, что тут к чему. В конце концов, кто, если не работник оперы, может помочь ей в осмотре территории? Вы хотите побродить по оперному театру? Да, если это возможно. Но это же скука смертная! Право, даже в буфете гораздо интереснее! Я могу купить вам вкуснейшие пирожные! Нет, спасибо, капитан даже немного опешила от его настойчивости. Она не знала, как воспринимать это. Все ее внутренние сигнализации вопили, что подобное поведение слишком подозрительно, и лишь какая-то малая часть сознания предполагала, что в светском обществе это являлось вполне обычным видом общения. То есть вы и правда интересуетесь лишь этими безвкусно украшенными коридорами? Так вышло. Что же в компании такой очаровательной леди даже это посылое место приобретает свой шарм? Он обогнул ее сбоку, пойдя рядом. А вы определенно не собираетесь покидать меня в ближайшее время? Не буду скрывать, я давно вас заприметил, и надо же, судьба все же подкинула мне шанс познакомиться с вами. Неужели вы отвергнете ее скромный дар? Кристиан не была уверена, считалась ли подобная навязчивость проявлением дурного длительно ушла, и все же что-то было в нем удерживающее ее на месте, кроме нежелания повести себя неуместно, какое-то внутреннее чутье, не связанное с его личностными качествами. Он пошел вперед по коридорам, рассматривая фотографии, и взгляд его не выержал ничего, одну лишь скуку. Вы мое спасение, мадам, признаться, я ожидал большего, придя на столь восхваляемый концерт, но единственного, чего нельзя было оторвать взгляда на сцене, было ваше прелестное личико. Он резко обернулся, и губы его снова растянулись в приторной улыбке. Столько эмоций играло на вашем лице, о, вы были куда более патетичны, нежели музыка. Кристиан поеживалась от мысли, что кто-то смотрел на нее весь концерт, где он был. По его словам, он пришел на концерт, а значит он вовсе не актер, тогда почему он выглядит так? С другой стороны, это говорит о том, что вы были впечатлены представлением куда сильнее, чем я. Ни в коем разе не хочу вас обидеть, но существует искусство куда более прекрасное, нежели этот театр художественной самодеятельности. Он вдруг зевнул, завернув какой-то из небольших коридоров. Судя по тому, что он не кончик. Резные перила были такими тонкими, что казалось, что они рассыпятся от любого прикосновения. Он облокотился на них, взглянув в небо. Некоторое время они молчали, и звуки ночи поглотили все вокруг. Вы слышите цикад? Они поют куда пленительнее того страдальца. Кристиан молчала. Маленькие насекомые стрекотали где-то вдалеке, заглушаемые шумом проезжающих изредка машин. Но опера находилась в стороне от основной дороги, и здесь действительно было очень тихо. Этому городу всегда недоставало тишины. Знаете, а ведь это была не просто цитата из бездарной арии. А? Он одним движением перелетел через перила и повернулся к ней, протянув руку. Тонкая фигура балансировала над пропастью, и единственное, что отделяло его от падения, пальцы в белой процесса. Луна сегодня столь прекрасна, а опера столь занудна, что все, чего я желаю, это уйти отсюда с вами. Кристиан цепенела. Это предложение было настолько внезапным, что она не успела даже понять, как реагировать. История могла бы пойти по совсем другому пути, если бы именно в этот момент она не почувствовала внезапное жужжание, включающееся под платьем рации. Капитан, мы должны провести немедленную эвакуацию здания. Друзья, вот такие вот внезапные повороты событий происходят. Очень прямо затянула меня эта новелла. Очень хочется продолжить дальше. Начнем в следующей серии ровно с этого же места. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. До скорой встречи в следующей серии и всем пока-пока. Субтитры